Ребятки, всех вас приветствую на своем канале. Каждому из вас желаю хорошего времени суток. Делаем с вами обзор на видео Эдика Адамяна. Ну, наконец-то, они устанавливают сплит-система. Кондиционер в действии. Ребят, наконец-то, нам продемонстрировали эту сверхмашину. Чудо чудное! Мы такого никогда не видели. Какое приобретение сделал Эдик? Это же инновации, ребята! Запел. Эдуард запел. Дяденька приехал кондер повесить. Дырочку в стенке нам показывал. Лазил пальчиком туда. Как стены устроены? Доказать в очередной раз, какой теплый дом. И он не прогадал, как думают зрители. Он за такие совсем незначительные деньги купил такой классный теплый дом. Эдик, да нам пофиг. Чё ты нас убеждаешь? Главное, чтобы вам было хорошо. Вот кирпич красный идет. А потом еще есть воздушная подушка. Но это я так уже объясняю. У Эдика были совсем другие слова. Нам показал, рассказал. И с улицы, и изнутри в доме. И пошел еще и гуль нас образумил. Ей еще рассказал, ребят, какие там стены с воздушной подушкой. И дядя Миша делал все капитально. И какое-то качественное строение. И вот дяденька залез на лестничку. И мы его снимаем, показываем, как кондер вешают. Представляешь, Эдик, для нас, зрителей, это что-то невиданное. Мы впервые, правда, ребята, вообще наблюдаем и смотрим, что это за зверь такой. Сплит-система. Всех позвал. Всех членов семьи, ребята. Ребята, смотрите, смотрите. Ай-ла-ла-ла-ла-ла. Ай-ла-ла-ла. Что это было? Ребята, вот это, когда я посмотрела вот это видео, здесь я ржала в голос. Здесь мне Эдуард поднял настроение. Посмотрите, я не призываю, не рекламирую. Девочки, мальчики, но это было, правда, смешно. Но, боже ж ты мой, какая радость, какая радость на лицах. Все вместе гурьбой. Ходим, учимся, рассматриваем. Такой логотип, ребята. И показал крупным планом. Пленочку снял. Какой логотип? А какой логотип? А что в этом особенного, Эдик? Здесь я немножко недопоняла, какой прикол в логотипе. Даже логотип Эдичку удивляет и восхищает. А как же пользоваться этой сплит-системой, ребят? Боже мой, вот такие мелочи объясняет дяденька другому дяденьке, дяденьке Эдику. Что нужно включить его, выставить максимальную температуру, ребят. И обязательно проследить лопасти, как направить. Что нужно чистить кондиционер. Хотя бы если раз в месяц будете это делать, то будет работать хорошо. Сеточки поснимал, крышечку открыл. А, да, понятно, понятно. Эдик, я все понимаю, что нужен контент. Но ты как-то себя вообще опустил уже ниже плинтуса. Я уже как-то говорила в своем обзоре. Вообще люди уже десятилетиями живут с этими кондерами. Меняют их уже по пятому, по шестому кругу. Тебе я рассказывала даже про класс кондиционеров, класс энергосберегающих кондиционеров. Вот эти вот плюсики мы рассказывали, да, что обозначают. А еще я говорила, что можно даже сэкономить. Эдик, подсказывала тебе. Можно купить мульти, да, систему. Это один блок наружный и несколько внутренних. Можно было это сделать и поставить, кроме вот этого кондера в зале, который уже водрузили на стенку, поставить еще и девчонкам в комнаты. Ну, нет, ребят, этого не случилось. Я слишком много ожидала от Эдика. Конечно же, не оправдал. Ну, не оправдал. Экономия, пресловутая экономия. Итак, включили кондер, ребят. Гульнас ходит, крыльями машет под кондиционером. Ой, вот, пошло, уже пошло. Вот, Эдик, вот чувствуется, уже тепло. Пораздевались специально народ. В футболках это с спецом. Такая зарисовка была, Эдик, я оценила. Вот эти вот дешевые понты, на кого это рассчитано? Я не знаю, кто тебе там поверит, когда стояла вот эта грабина, дом из бетона. Ты сам говоришь, никогда не отапливался этот дом. Потом еще залили стяжку, сырость, да, представляете, какая. Она высохнуть, эта стяжка, конечно же, до конца не могла. Да, Эдик сам говорит, что еще мокрая она. Видно даже по цвету бетона. Вот эта вот сырость и бетонные такие холодные помещения. И вот они только включили этот кондиционер и уже разделись до футбола. Уже тепло, ребят, вообще представляете, как круто. Тепло, вот смотри, вот как тепло. Ну, двери надо, да, двери надо завесить, потому что вот все тепло уходит в дверь. Это дверь, та, о которой мы с вами говорили, входная дверь. Что ж так, Эдик, ты быстро переобуваешься, прям в воздухе. Ты же нам рассказывал совсем недавно, такая хорошая массивная дверь, качественная, будет она держать тепло. О, резиночку, уплотнитель по периметру кинул бы, и тепло было, не то слово, нагрелись бы, а. Что ж такое, уже дверь, да, все тепло в эти двери уходит. Какой-то такой ты странный, Эдик. И я, ребят, начинаю задумываться, а не специально ли он это делает, а? Может быть, смотрите ход моих мыслей. Эдик провоцирует зрителя на зло, знаете, вот как говорится, на зло врагам спалю я хату. Зрители ему пишут, как надо, по доброте душевной, да, от чистого сердца дают советы. А Эдик специально знает, что зрители правы, но специально противоречит им, спорит, доказывает. А зрители, я в том числе, из штанов выпрыгиваем и пишем и рассказываем. Эдик, ты не прав, Эдик, так нельзя, Эдик, так не делают нормальные люди. И пишем, и пишем, потому что желаем добра, потому что переживаем за деток, за гуль нас. А Эдик спорит и доказывает, и эти споры вызывают еще больше эмоций у зрителя, и мы еще больше в комментах пишем. Ребят, а потом, когда подходит все дело к логическому завершению, он все равно делает так, как говорят зрители. Не заметили? Я начинаю где-то что-то замечать и понимать. Контент, Эдик, если так, то ты молодец. Я здесь критиковать не буду. Если действительно вот такие у тебя задумки в голове, я вообще не критикую и жму твою руку. Молодец! Это супер план. Надо зарабатывать деньги, надо как-то заинтересовать зрителя. И я очень надеюсь, что это именно так, как я только что озвучила. В противном случае, все очень даже печально, ребята. Позвали Элинку. Смотрите, Элинка тоже в одной футболочке, говорит Эдик. Давайте вот зайдем вечером сюда и посмотрим, пусть он работает. Оставим его включенным и посмотрим, как он нагреет нам дом. Ребят, вот один кондер в зале. Поэтому, чтобы хоть как-то в лучшую сторону, в теплую сторону поменялась температура во всех комнатах, все двери должны быть нараспашку. Правильно? Зачем тогда эти двери? Это приватной зоны не будет ни у кого? Или как? Объясните мне, я этого не понимаю. Двери для чего? Зашел к себе в комнату, за собой двери плотненько закрыл, и вот ты уже наедине сам с собой, своими мыслями. Да, и делаешь, что хочешь, никто тебе не мешает. Сейчас же, если этот один кондиционер в зале будет висеть, и чтобы хоть как-то немножечко, да, была температура комфортная, все двери, абсолютно все на втором этаже должны быть нараспашку открыты. То есть опять все вместе на куче, живем только каждый в своем уголке. Но Эдик говорит, мы же подключим отопление, это временное решение, это временно. Ребят, временно так временно, Эдик. Итак, вечер. Ребят, дождались вечера. Пришли. Цыгане дружною толпой, детей захватили все вместе. Папка впереди шагает и сзади гуськом. Гульнасочка, Элинка с Миленкой, все быстренько, папка всех построил, ну-ка быстро. Текст все выучили? Так, дети, знаете, что говорить? По тексту. Зашли? Ой, тепло! Ой, тепло! Ребят! Гульнас, ну-ка иди в ту комнату. А ну-ка, Милена, встаньте у окна. А ну-ка, постойте там, ощутите температуру. Папка раздает команды. Теперь идите сюда ко мне, в эту комнату. Постояли здесь. Ну-ка, ну-ка скажите. И здесь Миленка выдала советную фразу, ребят. Вообще, папа, одинаково, сказала Миленка. Я разницы не наблюдаю. Мне очень смешно. Браво! Только, Эдуард, ты не понимаешь? Самого главного, еще раз повторяю прописные истины. У всех людей есть котдеры. Десятилетиями, двадцатилетиями. И все люди понимают, что если кондиционер работает в этой комнате, здесь тепло. А вот уже в соседней комнате не будет так тепло. Не будет тепло. И это прописная истина. Мы все об этом знаем. Решили нас разыграть? Очень странно, Эдик. Это можно сделать только в том случае, если человек не знает, не понимает, о чем идет речь. Здесь же ровно все наоборот. Одинаковая температура. Вот мы все раздетые. Вот так тепло. Но Эдик все-таки, чтобы более было похоже на правду, сказал, но я ожидал большего. Эдик, ожидать большего нельзя было, потому что тепла не будет. Вот здесь, в гостиной, будет тепло. В тех комнатах не будет тепла. Пошли, посмотрели в комнатах у девочек. Ребят, там, я думаю, холодина. Ну, просто холодина. И еще напоминаю раз. Помните, везде залиты стяжки. Вот это сырость. Шесть-семь часов, сказал Эдик. Они дали этому кондиционеру, чтобы он немножко нагрел помещение. Это очень мало. Это очень мало. Дай ему двое-трое суток. И потом, может быть, можно будет о чем-то говорить. Но один кондиционер на весь второй этаж. Ребят, еще раз говорю свое мнение. И уверена, в этот раз на миллионы процентов вы со мной согласитесь. Очень мало этого одного кондиционера. Нужен хотя бы еще один. Хотя бы в какой-то комнате у девчонок напротив другой комнаты. И тогда опять все двери нараспашку. Все равно нужно держать открытыми эти комнаты, чтобы был воздухообмен. И чтобы этот воздух везде, да, по чуть-чуть нагревался. Ребят, ну, Эдик радуется. Слава Богу, и мы порадовались. Ну, хоть наконец-то, Эдик, после 40 лет вы познакомились с кондиционером. Что есть такое приспособление, изобретение человечества, которое сможет вам в вашу жизнь сделать немножко комфортнее. И да, на охлаждение, говорит Эдик, что жарко не будет. Гульнас его поддерживает. Не будет. Здесь такой дом, здесь такие стены. Какие стены? Очень странно мне это услышать. Какие там стены? Ну, кирпич. Ну, еще воздуха вот столько. И обшивочка. Ну, какие там стены, гульнас? Ой, они все как-то думают, что люди глупее их. Нет, не глупее. Чтобы в доме было прохладно без кондиционера, вот я вам говорю, и это не второй этаж, а дальше крыша. Это первый этаж должен быть первый. Первый сверху этажи и толщина стен от 80 сантиметров. Еще раз делюсь с вами информацией. У меня 85 плюс обшивка. Мы сделали эту обшивку, но не ради тепла, ребят, всего дома сделали, а ради красоты. Вот сделали красиво, да? Поэтому у нас еще 85 плюс 10 сантиметров пенопласт с этой штукатуркой-шубой получилось всего 95 сантиметров. Тогда вот нам в наших квартирах кондер не нужен. У нас летом прохладно, я уже говорила, когда заходишь в квартиру, минут 10-15 после жары сумасшедшей на улице, может быть, 38 до 40 градусов, здесь чуть-чуть побудешь, у меня руки и ноги начинают мерзнуть. Надеваешь, одеваешь, одеваешь, опять это слово, да? Одеваешь, надеваешь носочки, вот, потому что, ну, некомфортно. Посмотрим, ребят, что будет дальше, как будет летом, но тут главное вот зиму еще перезимовать, чтобы тепло было детям, в первую очередь детям. А у детей в комнатах пока холод, поэтому надеюсь, что до того момента, как поставят газовое отопление, да, не подключит Эдик, дети еще будут жить там в тепле. Ребятки, напишите свои комментарии, поржала я классно. Видик, этот Эдик, видео, зачет, зачет, просто ставлю тебе 5 баллов, по крайней мере, поднял настроение, я посмеялась. Спасибо, Адамяны, вам огромное за позитив. До скорых обзоров, ребят, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...